Приготовьтесь, пожалуй, к лучшему, потому что единственному манчегорскому кулинарному шоу, в котором брутальные металлурги под руководством строгого шеф-повара создадут для прекрасной половины человечества самые изысканные блюда мировой кухни. И добро пожаловать на битву с шефом! Всем привет! И сегодня у нас необычная передача. Сегодня мы готовим для праздничного стола Кольской ГМК. И пришло время познакомиться с нашими поварами. Ну и давайте же узнаем, какие гастрономические шедевры нас ждут. Тяните карточки. Прямо сейчас мужчины продемонстрируют невероятные способности, чтобы порадовать милых дам своими кулинарными творениями. Сергей Дугов. Электросварщик четвертого разряда. Ну я сварщик. Варить? Ну вот все умею. Но вот суп никогда не варил. Чем же удивит нас Сергей? Спагетти? Похоже, у него есть в запасе козырь. И этим ты собираешься угощать женщин? Эх, не прокатило. Придется варить настоящий суп. Только вот как это сделать? Пока Сергей думает, знакомьтесь с нашим следующим поваром. Максим Стуколов. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Считаю, что мне повезло. Что-что? Отбивать я умею. Чтобы мясо получилось особенно нежным, его нужно хорошенько отбить. Честно говоря, сейчас не лучшее время, чтобы разговаривать. И не забудь, что отбивная нежность подается с томатным соусом. Ну это же все-таки соревнования. Все средства хороши. Специальный гость нашего шоу из Италии Антонио Корлеоне. Никакого отношения к производству металла не имеет. О, ее по-русски читать не умею, поэтому буду готовить настоящую итальянскую веро-пиццу. О, Мео Дио, Мамма Мия, это будет шедевро, шедевро. Пальчики оближения, вкуснотиня, бомбиньо. Как вы помните, мне выпал суп. Ну вот я и подумал, что солянка по-итальянски отличный вариант. Досадно, мне ничего не осталось. Придется готовить другое блюдо. И он решил приготовить свой фирменный паста. Главный секрет этого восхитительного блюда, конечно же, коньячини соус. Кретина, да как он мог? Коньяк и на сковородку, вот козлина. О, белиссимо. И еще один конкурсант, Владимир. Мандолина. Че? Не, ну я в отличие от пиццееда по-русски читать умею. Ну че это такое-то? Владимиру выпало блюдо мандолиния по-сардински. Ничего сложного. Нужно просто собраться с мыслями и проявить немного фантазии. Да что? За***. Да у кого-то особо у меня. Я понял, что случай особый. Поэтому мы разрешим тебе попробовать это блюдо. Но мы закроем тебе глаза. В состав мандолинии, как известно, входят антришоки, соус без бюршмак, геноузийский хамон и, конечно же, сервечи, вымоченные в бульоне шарлонез. Я-и-ш-ни-ца. Так я ведь сразу по вкусу состав понял. Тем более, я ничего другого готовить и не умею. Наш следующий конкурсант Павел Карпов, горно-рабочий. Короче, подходит ко мне шеф и говорит, ты должен сделать уху. Ну все, я свободен. Вы поняли, да? Ты приговариваешься к смертной казни. Нет, умоляю, я исполню все твои три желания. Шеф, а вы уху ели? Да. Шеф, получается вы уху ели? Я, кстати, для своей ухи название придумал. Ухаживать. Ну типа, уха-жевать. Ну и полный прикол, нет? Ухаживать за нашими дамами. Да он уже своими шутками. Нас всех уже с**л. Идиотто. О, а еще я сюда водку добавлю, чтобы получилось буха. Пришло время подводить итоги. Но прежде чем предложить блюдо нашим дамам, я проведу собственную дегустацию. Приступим. Отличный подбор ингредиентов. Все просто очень идеально порезано и неплохо сварено. Это он еще не видел, как мы на работе швы варим. Ну давайте попробуем, что же приготовил наш слесарь Максим. Отбивную такое ощущение, что вообще не отбивали. На самом деле я не сомневался, что шеф оценит мое блюдо. Очень вкусно, мне очень понравилось. Ну в общем, Константин попробовал мою уху. Ну он, короче, ухажер. Ну, поняли прикол? Короче, он уху жрет. Несмотря ни на что, это все-таки вкусно. Ура! Константину понравилась наша уха! У-у-у! У-у-у-у-у! Сразу видно, что он мне доверяет. Даже пробовать не стал. Вот скажи мне, американец... Ну хорошо, скажи мне, итальянец, какое блюдо ты приготовил? Спагетти, коньячени. А в задании у тебя салат. Получается, не справился ты с заданием. Хуже ты наших мужиков получается. Да крикни, идиотов, козлино, бастардо! Очень рад, что русский коллега меня похвалил. Дорогие девушки, мы, пожалуй, еще потренируемся в приготовлении еды. А сейчас мы просто хотели бы поздравить вас с праздником и пожелать вам... Будьте всегда веселыми! Будьте нежными! Красивыми! Белиссимо! Перфекто! Ми аморо, сеньорини! Бон аппетит! Мы любим вас! Чао!